Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это ваше любимое шоу Беременна в 16. Это, в общем-то, секретные выпуски, которые мне получилось достать. Скорее всего, вы их точно нигде не видели, и я тоже. И сейчас будем вместе обозревать украинская версия Беременна в 16. Привет, меня зовут Марина, мне 17, я живу в Киеве. Я лучшая студентка юридического колледжа, победительница конкурсов красоты и мисс Надежда столицы 2010 года. С самого детства я стремилась быть первой во всем, и за успехом скрывала свои настоящие переживания. Моя мама, вопреки уговорам бабушки сделать аборт, родила меня в 17. А когда мне было 4, ее с отцом лишили родительских прав из-за пьянства. Бабушка заменила мне обоих родителей. Знаете, что я замечаю? Очень часто, ну прям очень часто, беременные в 16 снимаются те, у кого мамки становятся алкашками. Я когда приносила на работу фотографии, и сотрудница говорит, какая красивая девочка. А бабушка нормально, смотри, такая прям культурная. Она научила меня верить в себя и твердо идти к своей цели. И я точно знала, что после окончания колледжа стану студенткой Академии внутренних дел, о которой мечтала с детства. Но все это отошло на второй план, когда перед очередной рекламной фотосъемкой я встретила Богдана. Стройный красавец-брюнет. К тому же, модный стилист. Это же просто парень моей мечты. Каждая девушка мечтает, чтобы ее муж мог сделать ей укладку. Богдан вскружил мне голову. И через две недели после знакомства я сбежала к нему жить. С подругой нормально познакомился. Блондиночка, модель, все дела. Думаю, что это с ней нормально может получиться. Так как всегда, в своем репертуаре. А Вася, знаете, такой по городу, типа, как бы модельерного общается, Вася, ну по-роману, по-по-ассански. Бабушка тогда чуть удар не хватил. Ведь не было всего 15. Ты знаешь, чем это все может кончиться? Не все золото, что блестит. Но я очень хотела иметь настоящую семью. Семью, которую мне никогда не было. И Богдан идеально подходил на роль мужа. Смотри, какие... 15 лет. Хочешь себе такого? Хочешь себе такого? У тебя уже по кадру видно, у тебя баба беременная. Хочешь себе такого? Уже вон. Хочу. Правда, за два года совместной жизни мы часто ссорились. Из-за пустяков. Кому мыть посуду или идти в магазин. Что мне надо надеть и как накраситься. Даже из-за моих опозданий. Я тебя полчаса жду. Но всегда после этого мирились. И я совсем не ожидала, что после очередной сцены ревности которую я ему устроила. Богдан выставит меня за дверь. Придурка, кусок. Я оказалась беременна. Я была в отчаянии. Не представляла своей жизни без него. Но теперь ему придется принять меня обратно. Потому что я беременна. Там и шо? Беременность превратила мою жизнь в кошмар. Бабушка требовала сделать аборт и не ломать себе судьбу. Серьезно? А я верила, что малыш поможет мне вернуть Богдана. Короче, уже трешняк. То есть бабка вообще за то, что аборт. И она, наверное, не шарит, что это вообще считается убийство ребенка. И то, что она потом может вообще не иметь детей. Высока вероятность. Не 100%, но высокая вероятность. А она считает, что если она родит, то она как-то вернет Богдана. Тоже еще одно из самых глубоких заблуждений всех баб. Девчонки, если вы меня смотрите, не думайте об этом. Ни хрена не поможет. Если любит, то и без ребенка вернется. К тому же за то время, что мы были вместе, я научилась находить компромиссы. И поняла, как надо строить отношения с любимым. Но когда я сказала ему о беременности, он пришел в бешенство. Кричал, что ребенок ему не нужен. И я немедленно должна от него избавиться. От безысходности я решилась на этот страшный шаг. Но когда я с бабушкой приехала в больницу, то даже неожиданно примчался и Богдан. Он прямо из кабинета врача забрал меня к себе домой. Такой поступок мог означать одно. Богдан все-таки любит меня. Шо такой же был за бред? Богдан сказал, иди сделай аборт, а тут дай такой кадр, типа Богдан Супермен в этот... Я передумал! Я в шлепках бегу к тебе, родная! И будет любить нашего малыша. Ой, боже! Да-да-да-да! Но спустя полгода я в этом засомневалась. Ведь тогда я даже не подозревала, что принять меня и ребенка было вовсе не решением Богдана. На самом деле его заставила мама. Она давно мечтает о внуках, но старшая дочь до сих пор не осчастливила ее таким подарком. Понятно! Маминкин сыночек! С тех пор, как я переехала к Богдану, я превратилась в домохозяйку. Веду себя как идеальная жена, но он постоянно чем-то недоволен. Ну шо ты? Долгая еще? Ну щас, Зайка, щас доглажу и все. Слушай, а шо ты вообще гладишь? А шо тебе гладить? Шо ты вообще за рубашка? Где ты ее взяла? Я тебя нормально попросил прям погладить. Ты шо, охренел, Богдан? Слушай, а тебе шо-то не нравится? Не нравится, как ты со мной разговариваешь. Да ты, блядь, здесь сидишь и ни фу не делаешь. Даже толком рубашку погладить. Ну шо слышишь? А, типа, блядь, я тебя тут навязываю, да? Ты хоть бы хоть что-то делала. А я типа ни х**а не делала, нет? А шо ты делаешь? Ты рубашку погладила, да? Не нравится рубашка? Возьми, выброси. Понятно тебе? Возьму и выброшу, блядь. Вместе с тобой. Понятно? Дебил. Иди отсюда сама. Почему он так ко мне относится? Я же все для него делаю. Может, причина в том, что именно родители заставили Богдана вернуть меня? Решив преподать ему урок, мол, совершил ошибку, теперь отвечай. Отчасти да. То есть тут показывается о том, что пацан бабу уже не любил, ребенка не хотел. Ну извините, мальчик, у нас маменькин сыночек. Мама сказала, ну ладно, мама, хорошо. Ну ладно, я ее, конечно, не люблю уже. Ну ладно, ну если ты сказала, то так и сделаю. Несмотря на это, я все-таки надеюсь, что рождение ребенка изменит Богдана. И мы будем жить как настоящая семья. Сто пудол. К тому же, рассчитывать мне больше не на кого. После того, как я вернулась к любимому, бабушка наотрез отказалась мне помогать и заявила, что правнучку никогда не признают. Тогда я даже не подозревала, что это было только началом моих испытаний. Тю. Добрый вечер. Привет. Как всегда, не вовремя. Папка Богдана. Все случилось уже, я их дела. Да ничего, нормально все. Понятно. Живем мы с папой Богданом. Он часто становится свидетелем наших ссор. Но почему-то никогда не говорит сыну, что так вести себя с девушкой, да еще и беременной, нельзя. Я бы с удовольствием съехала отсюда, но позволить себе этого мы не можем. Богдан оказался жутким лентяем, а его крутой стиль – только маска на людях. На самом деле он работает в салоне всего три дня в неделю, а его клиентов можно пересчитать по пальцам. Но, похоже, Богдана это совсем не волнует, и на уме у него одни тусовки с друзьями. Как у тебя дела? С Мариной постоянно ругаемся. То ли у него, блин, гормоны, то ли, я не знаю, тараканы в голове. Уже достало, х**, у него страдать. А что, уже чувствуешься папиком? Да не, стрёмно, блин. Боюсь. И его купаешь мне еще рано. Пацаны, Вася, с пивасиком. Да. Ты не хотел этого ребенка, или что? Да, как бы не хотел, но так уже получилось. Уже все родители нависли. Давай, давай. Я сразу думал, может, там, аборт. Но все как нависли. Поэтому уже никуда, блин, не денусь. А Марина что? Что, что? Пришлось ей переехать ко мне. Так тебе еще с ней всю жизнь жить. Я знаю. Будем жить ради ребенка, мириться. И что сделать? Уже, уже с корабля не спрыгнешь. Несерьезный пацан. После вчерашней ссоры мы с Богданом так и не помирились. Надеюсь, фотосессия поможет отвлечься. Меня до сих пор приглашают на рекламные съемки. Сегодня я представляю деловую одежду для беременных. Я очень скучаю по тем временам. Деловая одежду для беременных. Да и генерар сейчас лишним не будет. За компанию я взяла с собой подружек. Но их, как всегда, интересуют только мои отношения с Богданом. Мариша, если ты вот не забеременела, как ты думаешь, ты помирилась с Богданчиком? Да. А почему так уверена? С каждым днем я чувствую, что это мой партнер по жизни. Очень сильно по менялись отношения. Но лучше намного стало. Большое уважение. Прямо уважение? Да ты шо аж хлещет. На тебе тряпкой в морду. Богдан, ты меня уважаешь. Я чувствую твою любовь. Это был какой-то толчок для отремления. Естественно, я никому не расскажу, что у нас с Богданом происходит на самом деле. Я говорю, по ушам не ездит. Не хочу, чтобы кто-то злорадствовал, узнав, насколько все плохо. Ну что, приготовились уже? Угу. А так давайте будем сниматься. Ну накрашено ей 17 вообще не дашь, ребята, согласитесь. Если вы подружки только знали, как тяжело дается мне эта улыбка. Классно отработали. Вот он гонорар, ждите фотографии. Все, спасибо. Целый день из головы не выходит Богдан. Я каждую минуту жду его звонка. Неужели он так и не думает извиняться? А если бы не беременность, вы сошлись бы или нет? Нет. Нет. Мы бы уже в СОБУ тогда с концами две недели не видели. С ним было все хорошо, все нравилось. У вас были натянуты отношения с ним, я так понимаю? Да не то слово. Проходи-то, Джаверина. В нашем очереди. В развлекательных картерах. А она такая, да, мы были бы вместе. Как же я устала. Раньше на каблуках могла запросто целый день пробегать. Но на седьмом месяце это уже не так-то просто. У меня гудят ноги, тянет живот. Хочется поскорее рухнуть на диван и заснуть. Но сюрприз, который меня ждал дома, кардинально изменил мои планы. Привет. Опа, сюрприз. Сюрприз. Никак не привыкну, что моя так называемая свекровь может без предупреждения нагрянуть к нам в гости. Она живет в Полтаве. И с отцом Богдана уже 10 лет как в разводе. Но в квартиру к своему бывшему мужу приезжает как к себе домой. Ты мне скажи, будь ласка, что тебе завидится? Я с фотосессией. Но на маму Богдана это не произвело никакого впечатления. Сейчас будем ужин готовить. Я так устала. Однако делаться от Ларисы Сергеевны не так-то просто. Марьинка, иди сюда. Давай, присаживайся. Помогай мне. Ты заморилась или не заморилась. Это же такое дело. Ну, конечно. Вот эти волосики надо. Их прикнопать тебе. Ой, Боже. Выйди из кухни, скажу тебе. Давайте я сама буду решать. А то есть ее, в общем-то, патли не мешают. А вот девки, о-о-о, а ты шо? А сама шо? Чем ты моего сына годуешь? Ничего не маю в хаті, в холодильнике пусто. Доча, ну ты молодец. Обычно, знаешь, как берут вот так вот и ручкой одною. Ты еще и ногами там походил в том фарші. Две руки всунула. Лучше бы за своим сыном смотрела. Ее, конечно, не волнует, какого мне беременной ждать его допоздна. Да и котлеты эти на ночь глядя никому не нужны. Ежедневный ужин Богдана – литр пива. И мне надоело с этим бороться. Я понимаю, что я противна и я вот такая назойлива. Я просто хочу, чтобы лучше было для вас. Я устала. Я хочу отдыхать уже. Боже, нахалюга, ты нормальный. Приехала, свекруха. Вот так. Привези, наготов и чаю не попейте. Я признательна Ларисе Сергеевне, что она убедила Богдана забрать меня к себе. Но то, что она теперь постоянно вмешивается в наши отношения, меня страшно раздражает. Богдан привык, что все проблемы за него решают родители. И никак не поймет, что самому пора взрослеть. Ведь у нас скоро родится ребенок. Вот где он сейчас? Вместо того, чтобы быть со мной рядом, наверняка развлекается с друзьями. О, чекули. Богдан у нас скоро станет папой. Ого, Богдан? Да ладно. Папой? Да. Серьезно? Что ты сразу вот так вот это... Касли на стол. Ты кольцо уже купил? Да. Чего ты тянешь? Я на самом деле как-то об этом не думал вообще. Не думал даже об этом. Интересно. Я не хочу этого. Она занимается свадьбой. Уже давно заполночь. И я просто не нахожу себе места. Готова даже забыть нашу последнюю ссору. Только бы Богдан поскорее вернулся домой. Да, привет. Ты где? Я сегодня на тренировке. Кофе пью. А кто там сзади у тебя на заднем плане? Житомир, Данил, Марина, Света. Какая Марина, какая Света? Кто такие? Это Данила знакомые. Когда ты будешь? Через час-полтора где-то. Тебе что, пофиг вообще, как я себя чувствую? То, что я устала, блин. То, что твоя мама, блин, тупая, блин, достала меня уже сегодня. Давай домой. Быстро. Я устала. Что случилось, Хремль? Да все нормально. Еще часа два сидим. Но я через час, и через два, и через три Богдан не пришел. Она спит на полу? Я уже не знала, что ей думать. В ожидании до самого утра не сомкнула глаз. А на хрена она на полу постелила что-то? Что-то улегся в одежде на кровать. Что случилось? Ты ничего не хочешь сказать? По поводу? Что это были за бабы? Что они вообще там делали? Ооо, это тупая ледная, что это за баба была? Я не поняла, ты что это была? Ты не имеешь права с бабами общаться. Вот, не понимаю, тоже бывает. Вот, чувак, вот реально, он что изменил или что? Вот, если он сидит с пацанами, ничего. А если пришли какие-то девки, что это за баба была? Ну, только они пришли, ты как жопой чувствовал в зала, позвонила. Я тебе просто, ну, б***ь, не к чему. Я тебя согласилась с детства, это раз. Во-вторых, ты спишь там. Где там? Вот там, где я тебя постелила. А вот, смотри. Ну, что, я не понимаю причины, почему ты вообще так разговариваешь. Это не посиди. Очень трогай меня. Тогда я буду здесь спать сама. Ну, это уже, знаете, так вот показуха. Тебе делать нечего, или ты хочешь, ну? Показуха называется. Ладно, хочешь сегодня на полу постать, так уж и быть, поспим сегодня на полу. Давай. А чувак, разочек, ибо, ну, ладно, не понимаю. Как Богдану это удается? Но стоит ему меня обнять, я все прощаю. Мне страшно его потерять, ведь теперь ближе и роднее у меня никого нет. А че ты делаешься, иди куда хочешь, спи на полу. Сегодня у меня плановое УЗИ, на котором, я надеюсь, нам все-таки сообщат пол нашего ребенка. Богдан пообещал пойти со мной, но в последний момент сказал, что у него много клиентов, и ему нужно бежать. Я очень расстроилась, ведь мне так хотелось, чтобы он был рядом. Посмотри, тут настоящая девочка у тебя. Настоящая? Девочки, это очень хорошо. А мальчики хреново, да? Обрадуешься сегодня. Когда я позвонила ему на работу сказать, что у нас родится дочка, меня огорошили. Богдан в салоне не появлялся. Я шла домой, еле отдерживая слезы. Зачем же он меня обманул? Но причина оказалась настолько невероятной, что никогда даже не пришла бы мне в голову. А, ну да. Ну... Смотри, смотри. Вот. Ух ты! Блин. Это та, которую я хотела. Ну да, я же знаю. Богдан купил нашему ребенку кроватку. Как же его после этого не любить? Он так старается. Я верю, что из него получится хороший отец. И этот поступок дал мне надежду на то, что мои мечты о счастливой семье все-таки сбудутся. Иди сюда, у меня тоже для тебя есть сюрприз. У тебя будет дочка. Она 100% девочка. Дарится. Классно. Теперь, без малейших сомнений, я решила забрать у бабушки оставшиеся вещи. С тех пор, как я переехала к Богдану, с бабушкой мы видимся крайне редко. А бабушка мочится, да? Если честно, я до сих пор не могу ей простить, что она не поддержала меня в трудную минуту. Да и наши встречи обычно заканчиваются ее упреками. Мол, как ты могла связаться с Богданом? Вы же с ребенком ему не нужны. Думаю, что и сегодня таких разговоров не избежать. Но я постараюсь держать себя в руках. И ни в коем случае не покажу бабушке, как сильно я переживаю из-за наших отношений с Богданом. Как Богдан сейчас общается с ребенком? Общается. Как он настроен уже? Как готов быть отцом? Я уверена, что Богдану будет вполне достаточно уделять внимание ребенку. У него еще были какие-то склонности пойти где-то с друзьями пиво попить. Богдан дома сидит с работы, не опаздывает. Он реально меняется, взрослеет. Я просто помню, Богдан пообещал, что Марина будет учиться, все будет нормально. Ты меня больше ни о чем не спрашиваешь. Вообще, тебя только учеба интересует. Для меня главное твое стремление закончить учебу. Вот это для меня основной смысл моей жизни. Я и сама знаю, как важно получить образование. Но как бабушка не поймет, что сейчас для меня на первом месте Богдан, а с учебой потом как-нибудь разберусь? А у тебя бабушка хотела, чтобы ты аборь сделала. В колледже Академ-отпуск, я бы просто удар хватил. Поэтому я промолчала. Вам детей сейчас не надо было планировать. В общем, бабушка, я это на восьмом месте беременности обсуждать не буду. Вот, наверное, именно поэтому мы редко видимся. Ладно, бабушка, у меня вообще много дел. Бабушка боится, что моя судьба будет такой же трагичной, как и у моей мамы. Типа, все пьется? А в твоем возрасте я родила? Да. И как это все сложно? Да, как сложно. Вот именно вот проблема, вот нравится тоже бабка. Вот и только из-за того, что в 17 лет родила. Других проблем нет. У меня тоже мама в 17 лет, не, в 18 лет родила. В том возрасте, на самом деле, в те годы, это было очень популярной практикой рожать где-то вот 17, 18, 19 лет. Очень популярно. Это сейчас уже рожают чуть-чуть позже, а тогда прям рожали. И все, вот видите какая. Вот у тебя просто мамаша невоспитанная была. и бухать начала. Тут никак не связано то, что родила в 17 лет. Это было для нее. И мои переживания, я тоже за тебя, что ты, у тебя так, чтобы не получилось. Я считаю, что она просто была не готова. Посмотри на меня и посмотри на нее. Разница, чувствуешь? Блин, а дай мне юрый свитер. Смотри, а ищи там. Дай там. В шкафу. Я не стала долго засиживаться у бабушки, потому что под подъездом меня ждал Богдан. Он не хочет лишний раз попадаться ей на глаза. Мне кажется, что и Богдан, и его родители до сих пор не забыли о том грандиозном скандале, который закатила им бабушка, когда я в 15 лет сбежала к любимому жить. Она тогда даже милицию вызывала, чтобы меня оттуда забрали. И мне по сей день страшно, стыдно за это. Бабушка опять следовала, блин. Типа, мне уж Богдан обещал, что ты не будешь беременеть, так далее. Ну что, о чем поговорить на восьмом, когда я уже на восьмом месяце. Только я успокоилась после разговора с бабушкой, как Богдан просто потряс меня новостью. Опять из Полтавы приехала его мама и затевает что-то на вечер. Зачастила она к нам. Ни к добру это. Но когда я услышала, о чем родители Богдана хотят поговорить, поначалу даже обрадовалась. Молодей, вы дужи для союза. Ну дай бог, чтобы бин был крепкий, а узаконно отношения треба. Да я хоть сейчас готова идти под венец. Но Богдан все медлит с предложением. И сколько бы родители не подталкивали его, дальше разговоров дело не идет. Хай будут батьки, чтобы мы познакомились поближе, скажем так. Это же родина наша. Марина, а как настроение у твоих родителей, у бабушки? Никак. С папой я еще не знакомый, с мамой тоже. Я сама с ними мало знакома, но видеть их не хочу. Мать с отцом никогда мною не интересовались. Так почему же я должна приглашать их на свою свадьбу? Столько бабушку видел, я никогда не видел, чтобы в ней было нормальное настроение. Всегда вона с первой встречи, с начала разговора, вона хочет кого-то под себя подломать. Но так же не бывает. Но все равно отношения мне как-то не нравятся. Так, воно, да. Хотелось бы быть более роднейшими. И пришли, чаю попили, и побалакали уже. Корщачитую девушку. Порезвоним бабушке, хай прийдет до нас на вечерю. Ага, прибежи сейчас. Ну хочу. Сейчас будет, ребята, проект звону уже. Рисы сиренбла. Полетят помидоры. Хотите опять испортить себя на столе? Я с вами таких вопросов не хочу решать. Богданчик, ну хорошо. Сейчас опять начнется скандалы и так далее. Ну мне надо. Вот все будет хорошо. Не переймайся, Маринка. Ну серьезно бабку пригласят? Богдана вообще лишили меня дара речи. Я приехала, теперь остаюсь. Пока ты не родишь. Пока, значит, мы будем месяц еще побуду, понянчимся. Дочечка, поможу тебе. Она в шоке. Я повелезаю, пообираю, порядки понавожу. Хорошо. Ты не против? Нет. Нет, не против? Ну и добренько. Я пойду, подавлюсь, где там Богдан. Что-то Лариса Сергеевна совсем палку перегибает. Жить с ней под одной крышей так долго? Ну уж нет. Что, бочка? Ничего. Тихо из хаты. Что, ты тут отдыхаешь от родителей? Да, тут вот всех вместе отдыхаем. Слушай, тут твоя мама, короче, есть такое, что я сказала. Что она тут типа собирается до родов и после родов что-то, короче, тут тусоваться. Так пускай тусовается. Или она тебе мешает? Ну вообще это не очень приятно. Как же Богдан не понимает, что я хочу жить только с ним вдвоем? Я ужасно устала, что кто-то постоянно вмешивается в наши отношения. Блин, Богдан, давай переедем. Слушай, мы уже... Давай переедем в одну комнату, квартиру, чтобы у нас даже остаться на ночь нельзя было. А за какие папки? Эту тему уже... Ну слушай, ты мама так... Я уже за счет разбился. Богдан, я хочу спокойствия, я хочу, чтобы меня никто не трогал. Я хочу вот так вот просто, понимаешь, так вот закрыться в комнате, и чтобы меня просто никто не трогал. У меня уже вот здесь этот вопрос. Да, Богдан, блин, уже тошнит это слово, квартира. Я не хочу жить в какой-то халабуде. Богдан, халабуда это здесь. Мы с Богданом так ни до чего и не договорились. Но за весь этот сумасшедший день я перенервничала так, что наутро у меня резко подскочило давление. Голова кружилась, тошнила. Дома никого не было, и мне пришлось самой вызвать скорую. Я даже не подозревала, какой опасности подвергла свою дочку. Как у вас дома семейная обстановка? Нервничала. Врач сказал, если я не буду себя беречь, есть риск родить недоношенного ребенка. И меня оставили в больнице на сохранении. Тогда я в первый раз испугалась за свою малышку. Ведь все эти месяцы я думала только о Богдане. И о своем ребенке забыла так же, как когда-то мои родители обо мне. Если с дочкой что-нибудь случится, я себе никогда не прощу. Скоро рожать будем, через два месяца. Почти неделю я в больнице. За все это время Богдан пришел лишь пару раз. Хотя странно, написали, что вот она, в общем-то, на седьмом месяце беременности. А там она говорила, что у нее уже восьмой месяц беременности. Несостыковочка! Говорит, что постоянно занят на работе. Я очень по нему соскучилась и звоню чуть ли не каждый час. Как Маринка себя чувствует? В больнице? А так нормально. А почему в больнице? Дома ей надоело. Грустно одному без Марина? Да не, нормально. Знаете, как интересно смотреть. Я вот вообще в парикмахерском деле не очень. Но, падла, ты этой штука, которая волосы выпрямляет, делаешь завивку. Есть плойка для завивки. Это выпрямитель. Знаете, такое чувство, что он вообще ни нахрен не парикмахер. Потому что дали ему прибор для выравнивания волос, а он этим прибором волосы завивает. У меня сейчас на раз точно смотрят девки и они думают, да, Андрюха, ты правильно подметил. Ну, это просто пипец. Есть просто бабские фишки. Одна, которая выравнивает волосы, другая, которая закручивает. Которая закручивает, называется плойка. Он... Такой себе парикмахер. Хватит мне вот это вот наяривать. Я когда сбрасываю, я работаю. Ты знаешь. Да что же, он опять не грубит. Неужели сегодня не придет? Я уже потеряла всякую надежду его увидеть. Но перед самым закрытием роддома на ночь Богдан таки появился. Иди ко мне. На тебе. Блин, мы только не виделись. Капец. Как же я обрадовалась Богдану. Значит, все-таки мы с малышкой ему не безразличны. Мне хотелось, чтобы любимый тут же забрал меня домой, и мы вдвоем спокойно ждали рождения нашего ребенка. Но пока там гостит свекровь, даже думать об этом страшно. Буду жить в больнице. Я решилась еще раз поговорить о переезде. Когда мы переедем? Когда устанем полностью самостоятельно. Мне кажется, что мы уже стали самостоятельными, раз завели ребенка. Я хочу, чтобы, когда я рожу, чтобы меня никто не трогал. Сейчас я не хочу переезжать. Я не могу переезжать. А что ты вообще так взялась и хочешь переехать? Ну, потому что меня раздражает жить еще с кем-то, кроме тебя и ребенка. Что ты жира бесишься? Я тоже хочу шоколад. Обязательно. Не плачет. Раздражает ее, посмотри, блин, а? Капец, раздражительно. Некоторые люди, блядь, в семерном одной квартире, в комнате живут. Не тоже в квартире. А я не хочу с твоей мамой жить. Я хочу жить отдельно на какие бабки. Иди работай. Я бы не сказал бы, что мамаша там сильно паршивая. Вот реально, бывает, в общем-то, свекрови в разы хуже, чем вот это вот. То есть, ну, мамка там, ну, бывает, там, вставляет своих пять копеек. Но ничего страшного, согласитесь, там, мамаша не вытворяла. А это все я не хочу. И этим я просто соберу вещи, поеду жить домой. А, к бабушке. Это я, конечно, погорячилась. Вернуться к бабушке и признать, что она была права, ни за что. Хочу, что ты тогда это говоришь. Манипулируешь, да? Я уеду к бабушке, сама думает, боже, не дай бог. Я таки добилась своего. Уверена. Теперь у нас все наладится. Что, хату сняли? Чтобы жить отдельно, Богдан почувствует свою ответственность и, наконец, осознает, что скоро станет папой. Поэтому, как только меня выписали, я занялась поиском квартиры. Узнав, что я отказываюсь от помощи, мама Богдана обиделась и вернулась в Полтаву. Ну и отлично. Все заботы о переезде любимый переложил на меня. Ему было просто лень этим заниматься. Давайте пройдем в потенциальную детскую. Ух ты! Ты же встала. Смотрите, хороший ремонт. Здесь тоже металлопластиковые окна. Все, в принципе, готово уже и обжито. Я пересмотрела с десяток квартир. И хотя мечтала о большой спальне и уютной детской, остановиться пришлось на варианте куда попроще. А так по-прежнему работать не напрягаясь. Клиентов у него больше не стало. Поэтому нам приходится экономить каждую копейку. Ну все, Бабу, добро пожаловать домой. Да. Дом, милый дом. Милая, конечно, эту квартирку назвать сложно. Но с любимым рай и в шалаше. Да, здесь, конечно, не палац. Поработать немного надо будет. А, эту полочку прибить к себе. Надо обои переклеить. Да? Ты этим и займешься. То есть сейчас будем вкидывать бабку, да? Ну, конечно, ты же стилист. Да хрена денег, чтобы тут еще сделать ремонт. Не сюда куда-то, или, на. Посмотрим, когда. Наконец, мы только вдвоем. Смотри. Получил. Жирный, тараканов ловил. Сами его нафиг оттуда. Пускай будет, это наш сосед. Ну что? Хозяйничать? То есть ей те условия не нравились. О, да, да, да. Боже, я прямо не верю, что... Ага. А потом скажет, мне тяжело. Тут бомжа. Это дело так и не дошло. Не успела я распаковать наши вещи, как у меня начались схватки. Ага. Переехала я, рожает. Это мне вроде ведь вон, калистропа какая-то. Мне очень больно. О, она ж попленела. Но вагон рядом, и я держусь изо всех сил. Ты какой-то п***ец. Чувак так думает, ну, смотрите, сидит с ней вместе. Мы в город будем рожать. За голову, ну его нафиг. Быстрее, быстро, быстро. Давай, давай, сильно, 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 сильно. Вот, 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 хорошо, 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 хорошо. Сильнее, Мариночка, давай сильнее. Вот, молодец. Выдохнула, выдохнула. Еще раз дох. Мужка, моя девочка уже хочет трогиться. Просто хочет трогиться. А пацан там в окно, я так понимаю, смотрит, да? Смотри, я. вот поэтому и говорят мужиков народы не пускают потому что как нас модуль о не не ребят все тайм-аут я пошел гулять все плеванет не подготовлены организм принесите парню ведро с пуповиной Папа моет ручки, будет перерезать пуповину, скажет маму, дочку. А можно я пуповину резать не буду, пожалуйста? Не буду я? Я уже рогануль хочу, да? Я это сделаю папа. Ну не хочет, ну не хочет. Не хочет папа, может. Берите шапочку, одевайте ребенку. В голову. Одевайте смехи. Сначала пришел народ, а потом не, пацаны. Я мадал. Он шардано берет? Саня. Саня? Саня. 2,890. Когда я обняла Софийку, мне хотелось плакать от умиления. Я поняла, что уже давно люблю ее и сделаю все, чтобы моя дочь была счастлива. Еще двое хочешь? Боже, спасибо. А, это сейчас. Глупо задавать вопрос народу. Ну, через бутик два скажет, ладно. Ну, я мадал быть еще раз народу. Глядя на Богдана с дочкой, я думала, что ради этих трогательных мгновений стоило пережить и войну за ребенка, и ссоры с бабушкой, и обиды от Богдана. Не зря я верила, что после рождения нашей малышки он изменится, тогда я даже не представляла, что скоро буду думать совсем по-другому. День после родов. А пока я радовалась каждому дню. Богдан проведал нас с дочкой, был нежным и внимательным. Я с нетерпением ждала возвращения домой. Увидеть бабушку на выписке я не ожидала. И она посмела прийти после того, когда последнего настаивала на аборте. Я не знаю, я тебя поздравляю. Я боялась, что даже одно ее неосторожное слово может спровоцировать скандал. Но, к счастью, все обошлось. И я думала только об одном. Поскорее остаться с Богданом и нашей дочкой. Я и представить не могла, какой подарок приготовил мне любимый. Ух ты, класс! А какой подарок? Бабочки? Да, о таком я даже не мечтала. Богдан сам сделал ремонт, пока я была в роддоме. Какой же он все-таки молодец! А, ремонт? Угу. А что ты хочешь? На пару, тушеная. Ничего, за это быстро похудею. Он такое ощущение, что у меня тут второй остался. Я вижу. Я вижу. Ну, нужно время, чтобы прийти в форму. С появлением Софии дни замелькались бешеной скоростью. Забот, конечно, прибавилось. Но мне нравится быть мамой. Единственное, что меня огорчает, это Богдан. Тихо, тихо, не нервничай. О, бери ее, короче, ты ее быстро успокоишь. У тебя есть сиськи. Тебе есть сиськи. Всего благородных порывов хватило всего на несколько дней. И теперь он ведет себя так, словно София ему чужая. Богдан раздражает, когда я прошу успокоить дочку или поменять ей подгузник. Вместо того, чтобы мне помогать, он купил ноутбук и теперь все время сражается с какими-то монстрами. Мне бьет. Господи, бери. Ну, да, давай ты будешь ложиться спать, хорошо? Да не хочу спать. Жизнь, да, дарзула. Я хочу спать, мне бить, это ты кладься не мышки, понимаешь? Да ну, пожалуйста. И дай мне водички, пожалуйста. Ты... У меня уже давно смешались день и ночь. Я даже забыла, когда в последний раз нормально спала. Потом не ходит. Гулялась. Вот она, семейная жизнь. Настоящая. Не у всех так, ребят. Не пугайтесь. Пивасик на полу. Через месяц после рождения Софии дошло до того, что мы с Богданом почти не разговариваем. Такое впечатление, что он приходит домой только ночевать. И что, какие проблемы? Домой идти не хочется еще особо. Предупреждал, я сказал, что дитина – это уже не игрушка. Можно было все трошки пожить. Ну, мужчина специально, случайно. Я даже и не сомневался, что случайно. Что ты просто думаешь, честно, откровенно? В любом, в любом случае рано. Очень рано. Очень-очень рано. Ну, так это же не конец этого. Это нормально. Можно выдержать. А так сейчас я себя чувствую, как будто я беременна. А Марина шо, как вон она там? Ну, у нас была такая стратегия, психует. Вот что-то у тебя не нравится, орет. Далеко не легко. Уже поздно. Пожалуй, он в сапоге. Мне кажется, что в последнее время его совсем не интересует, чем и как я живу. Я чувствую себя брошенной и одинокой. И уже начинаю сомневаться, хочу ли я за Богдана замуж. Неужели... А ты же вообще думала, что вот я утро уйму ребенка. Он будет со мной ради ребенка. А то считают некоторые, что вот если родишь ребенка, все, он останется с тобой. И все проблемы уйдут. Мне нужно обязательно дождаться его, чтобы серьезно поговорить. А, вот и папа. Здрасте. Ты делаешь? Работал. Чего ты пьяный? Да, выпил. Сильно работал. Иди в задницу, ты говоришь, как будто я, блин, как будто спорный алкаш, блин, вообще. Я устала от безразличия Богдана. Пусть ему на меня плевать, но при чем тут ребенок? София и его дочь тоже. И он должен о ней заботиться. Богдан, мне нужно, чтобы ты два часа в день гулял с ней. Не. Богдан, я сутками с ребенком, понимаешь? Не пофигу. Я вообще гулять не буду. Я понимаю, так слушай. Богдан, у меня, блядь, закончится молока. Ты будешь ты покупать смесь по 150 рублей? Смесь, смесь. Все, херрень. Ты работаешь на смесь. Грузи. Богдан, тебе впадло, блядь, два часа выделить, вместо того, чтобы поиграть всем долбаным. Ну, бухи, которые скоро реально поеду, продам, если не разобью. Ну, ты мне выносишь мозги все равно. Сиди, тушусь. Ну, как можно быть таким эгоистом? И я еще выпрашиваю у него внимание. Это так унизительно, что мне тут же хочется собрать вещи и уйти. Только куда я с дочкой? Опять уже хочет уйти. Там она говорила, вообще жить невозможно с мамашей, все проблемы с мамашей, а тут уже... Не... И так хреново. За два месяца Богдан палец о палец не ударил, чтобы помочь мне с Софией. Но самое обидное, что он стал меня унижать. Себе гречку купила. Чтоб худела. Чтоб что? Чтоб худела. А себе пила. А что тебе не нравится, слышишь? Худела. Ну, пора уже. Вообще-то, женщины три года восстанавливаются после родов. Ну, тебе же не сорок лет. Ты как-то поживее должна. Слушай, мне вообще-то неприятно, когда ты мне об этом говоришь. Я могла и не рожать, и все было бы прекрасно. И осталась бы моя модельная фигура. Ну, такая же, раз родила, можно же ее вернуть. А то сейчас так нормально... Что? Подъела. Так что, слушай, тебя записывать? Куда записывать? В интринировке. Богдан, слушай, ты, блин... Ты нормальная вообще? Ну, что, позанимайся немного поприней. Позанимаюсь, Богдан. Я сама решу, когда мне заниматься, а когда нет. Я тебе сказала, что мне неприятно, когда ты об этом говоришь. Молодец. Богдан, ты этот ковер будешь отмывать сам? Ну, пойдешь, пресс подкачаешь, сиски подтянешь. Да отстань от меня уже. Нет. Давай сюда. Зачем? Давай сюда. Зачем? Когда пьешь, ты становишься как петелот. Нет. Давай сюда. Дай тебе Софию и давай. Дай, я сделаю глоток и дам тебе Софию. Ой, возьму Софию. Ну... Богдан, ты что, пьешь с самого утра? Ты что, все алкоголик, блин, или что? Тут же вечер, посмотри в окно. Вечер? Ладно, давай. На. Иди-ка. Занимайся. Что, мне пива нельзя, мой? Нельзя. Чего? На потенцию плохо влияет. О-о-о, сказал. На потенцию влияет не мое пиво. А что? Твоя фигура. Знаешь что, Богдан, ты можешь уже прямо сейчас собирать свои манатки и валить оттуда вот за своими моделями. Понятно тебе? Иди-ка. Блин, ну и что, что не идеально. Я же рожала все-таки. Я давно не ловлю на себе восхищенный взгляд Богдана. Неужели он окончательно охладел по мне? Тогда я даже не представляла, как далеко Богдан может зайти. Да ты же сама, блин, повелась на всю рожу и могут любить меня, вот, любит. Сегодня я собиралась поискать в интернете летнюю коляску для Софии. Но случайно наткнулась на незакрытую переписку Богдана с какой-то девицей. Случайно. То, что я прочитала, заставило меня забыть обо всем. Неужели мой любимый меня обманывает? Я не ложилась спать, решив дождаться Богдана и потребовать объяснений о том, где и с кем он провел этот вечер. Главное держать себя в руках и не сорваться. Уже ребенок уже подрос. А что, нельзя? Так ты же вроде как на работу шел. Я был на работе, я после работы поехал на футбол. Чему ты мне ничего не сказал? Забыл. Забыл сказать, что ты идешь на футбол? Ну, что ты меня пилишь? Я что, что ты плохое сделал? Я тебя не пилю, ты знаешь, это не в моем стиле. А что ты делаешь, ты тебе еб**аешься? Ты вот тупо еб**аешься. Ну, пошел я на футбол. Ну, что? И что? И с кем же ты там был? Я с Житомиром был на футболе. И? Что и? И с двумя бабами. Короче, слушай, посмотри со стороны. Вот это нормально. Ну, я хожу, работаю, прихожу каждый день. Ты меня пилишь. Да, ты меня берешь, тупо пилишь, ищемешь. Сидишь, ищешь компроматы какие-то. Я просто в шоке, Богдан. Может, с тобой все-таки семья или как? Да какая с тобой, блин, семья? Ты вечно пилишь и... И тошнишь. Потому что ты не семья, это хрен знает что. Ты приходишь, и доброго слова не услышишь. Я не хочу с тобой такое ничего иметь в общем. На мозг капает. Я вообще сижу сутками дома с ребенком. Да, ищешь компроматы сутками. Да, это ты хрен не устроилась. Ну, ты идиот, Богдан. Есть тебя. Придурок, какое-то, честное слово. Такого удара от Богдана я не ожидала. Вот и все. Что же мне теперь делать, и как дальше жить? Ну, ничего хорошего, мне кажется, тут не будет. Я столько сил потратила, чтобы у нас была настоящая семья, разругалась бабушка, забросила учебу, родила ребенка в 17, и все ради него, а Богдан этого так и не оценил. Не оценил, ай-яй-яй-яй. О-о-о-о, показываю, что я уезжаю. Я так больше не могу, и я уезжаю к бабушке. А? На хрена? Жить, Богдан, жить. А не существовать. Ували тогда. Я-ка валю. Ували. Только не шуми, пожалуйста, дай я поспать. Соберу вещи, и больше тут шуметь никто не будет. Ну, ты сейчас вот не шуми. Мое сердце разрывалось на части. От боли и обиды хотелось кричать. Но я взяла себя в руки. Ведь теперь у меня есть София, и я просто не имею права раскисать. Завела ему, чтобы уснул. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. 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 Ну, давай сумку потом, ты малую давай. Да. Потом расставишь. Мне ничего не пришлось объяснять бабушке. Бабушка все поняла сама, да? Она и бессловно не поняла. Заходи, Марина. Садист. Твой диван тебя ждет, твое место осталось за тобой. Мы не виделись с бабушкой с момента моей выписки из роддома. И я даже не знаю, что ей сейчас сказать. А как Богдан посмотрел, кто ты уходишь? Никак не посмотрю. Что, его устраивает такое? Он сделал вид, что ему все равно. Да? А ты сделал вид, что он тебе тоже все равно? Да. Понятно. Что я, Марина, могу тебе сказать? Я тебя предупреждала, что тебя ожидает. Это можно было понять с самого начала ваших отношений. Не, ну так мне надо было сделать аборт. Почему тут аборт? Ну так. Просто до этого не надо было доходить. Неужели теперь мне придется признать, что бабушка была права? А ей, вот знаете, самая большая проблема, это признать, что бабушка была права. А вот знаете, вот смириться с ошибками. Не, не, не признаю, бабушка. Капец. Давай не будем сейчас об этом говорить. Ну ладно. Язык не повернется и скажет, что бабушка, да, ты была права, но вот так получилось. Разбирая вещи, у нас в будущем поговорим завтра. Когда я смотрю на Софию, мне становится ей очень жалко. Мне ее жалко, потому что я хотела, чтобы она росла в полноценной семье. Чтобы ее любили, чтобы ее любила не только мама. Из всего, что произошло, я поняла, что когда ребенок плачет, он нужен только маме. Мне просто обидно, что я потратила свое время на человека, которому все равно. Которому все равно, что будет с жизнью моей и его ребенка. Я очень рада, что у меня есть София. У меня появился стимул. У меня появился стимул дальше продолжать учебу. Я знаю, что если сейчас я не получу образование, то моя жизнь просто рухнет. Че сразу думал, в будущем Софии я бы очень не хотела, чтобы она повторила мои ошибки. Ошибки моей мамы и я ошибки моей бабушки. Много профессий, где образование не надо. Я считаю, что я за контрацепцию в паре ответственная женщина. Потому что парень сделал свое дело и пошел жить своей жизнью. А девушка потом остается со всеми этими проблемами. Сейчас для меня опорой является бабушка, которая непосредственно меня воспитывала, которая меня растила и которая осталась на данный момент со мной. Моя бабушка все-таки была права. И иногда нужно хотя бы прислушиваться к старшим. Несмотря на то, что я осталась с ребенком одна, без особой поддержки, я уверена, что моей силы духа хватит справиться с этими всеми проблемами. И я пошла трениться. Я уверена, что моя жизнь сложится так, как я ее себе построю. Вроде лучше стало выглядеть. Ну вот, ребята, наш финал подошел к концу. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. А если вы хотите еще секретные файлы беременов 16, которые мало кто видел. Как видите, вот 2012 год. А вы не видите, у меня написано. А вот, то ставьте лайк, пишите комментарии. Я найду, ребята, те выпуски, которые еще никто не видел. С вами был Андрей Чент. Всем пока.